Приветствую! Вновь Атас Крутые Фишки и мы записываем этот ролик не в рекламных целях, а для того, чтобы маленько рассказать про платформу, которую пользуюсь самостоятельно. Буду отвечать на вопросы, которые вы задаете в своих предыдущих видео. И первые из них, Юрий, расскажите подробно про Cluster Search, BigTrace, почему там, где по Cluster Search проходят покупки, цена идет вниз и наоборот. Эта тема видео очень интересна. Но давайте разберемся с BigTrades. Значит, у нас 6E Continuous. Давайте включим. Это будет фитиш на евро-доллар. Вот так тут он у нас выглядит. И как включить BigTrades? Правой кнопкой индикаторы где-то здесь должны быть. Да, вот. Мы сразу же выбираем Big. У нас индикатор BigTrades. С английского BigTrades – это большие трейды, по факту. Единственное, что он делает, это подсвечивать большие трейды. Зажав, мы с вами видим, что появились некие такие вот штуковины, да, то есть зеленые и красные. Что они себя представляют? Зажимаем Ctrl, да, наводим на это все дело и видим, что проходит по Buy 150 лотов. Значение Bitask 17, 18. По факту, единственное, что он сделал, это просто взял и подсветил графики. Подсветил на графике, вернее, то место, где произошло большое количество сделок, так сказать, в моменте. Так как это больше прошло ASK, да, то это все штуковина подсвечена именно зелененьким. Аналогично здесь, аналогично здесь, но уже в основном прошли по бидам, да, 22 против 1, сел 133 лота. Вот, ну, здесь у нас большой квадрат – это бидаск, значит, бид 11,5, то есть бидов больше, поэтому здесь у нас подсветил зелененьким. То есть, что мы видим? По факту, мы видим, что BigTrade просто высвечивает те кластера, те цены, на которых проходят сделки больше, чем обычно. По настройкам, в принципе, он достаточно удобный, то есть из настроек мы видим здесь, что важно, в принципе, ничего, автофильтры, который по факту фильтрует самостоятельно. Мы можем его убрать, можем поставить тот минимальный объем, который нас интересует, вот, в моменте, и тогда будет подсвечиваться, собственно, тот объем, который нас интересует. Как видите, мы фильтры поменяли, и ничего у нас не подсвечивается. Ставим максимальный объем, тут минимальный объем 115, да, то есть максимальный объем 20, минимальный 0, то есть все, что будет больше 20 контрактов, должно у нас, собственно, подсвечиваться. Ну, вот, как видите, практически все. Значит, для удобства, действительно, многие пользуются именно автофильтром, и по факту мы видим ту картинку, которую видим, то есть он из всех объемов вычленяет самое максимальное. Ну, как им пользоваться? Ну, как пользуется дело, на самом деле, трейдеры, хотите пользоваться, хотите нет, здесь нет неправильного, не неправильного, просто очень хороший, и что более важно, очень удобный, на самом деле, индикатор. Хотя, честно говоря, я им не пользуюсь. Я пользуюсь больше Cluster Search. Cluster Search – это, с Агульского, Cluster Поиск, то есть он фактически выискивает неопределенные счета. Смотрите, что очень важно, каким образом можно настраивать фильтры и как они получаются очень крутые. Обращаю ваше внимание, да, что мы включили Cluster Search, здесь его можно рассчитывать типа BDASK, ну, например, мы с вами возьмем ASK, да, пусть он нам ищет все ASK, размером, допустим, пусть 150 контрактов, вот он все подсветил, да, пусть это будет не фиолетовая, какая-то штука, она зеленая, так как это у нас ASK, пусть это будет прямоугольник, пусть это будет фиксированный размер какой-то один, да, на стане это не очень-то круто. Вот, но что может Cluster Search? Он может определять, то есть, например, смотрите, расположение цены мы выделим только те, которые находятся на верхней тени. Все, и вот мы с вами видим, да, что выделяется только на верхней, верхней цене. Их у нас очень много, придется маленечко увеличить, пусть будет 200, посмотрим, что у нас остается. Вот, обращаю внимание, отфильтровались только на верхней тени, на 5-минутках, те кластера, которые нас, собственно говоря, устраивают, это сделки, это объемы больше, чем 200 прошедших по ASK. Индикаторов типа Cluster Search можно найти на самом деле очень много, мы с вами выделили чисто ASK, давайте выделим чисто BD, справедливости ради также 200, и на этот раз мы их, это будут у нас красные, пусть будут, да, и пусть это будет также фиксированный размер, но располагаться они будут на нижней тени, я думаю, логику вы следите. То есть фактически вот, что происходит на нижней тени, вот, что происходит на нижней, то есть здесь мы с вами можем уже каким образом использовать, смотреть, что что-то останавливает, то есть цена как бы заваливалась вниз, но по факту здесь нарисовались беды, да, то есть buy limit, кто-то скупал, объемом больше, чем 250 контрактов, да, и цена, собственно говоря, пошла вверх, то есть в результате свечка нарисовала тень, это можно рассматривать как точки входа в лонги, либо в продаже. Помимо этого можно также настраивать, например, я тоже очень часто все это дело смотрел, Cluster Search объемом также 200, но мы будем считать, например, беды, но это будет зеленый бит, это будет треугольник, пусть будет, да, это будет фиксированный размер, и располагаться он будет не на хвосте или тени, да, а он будет располагаться на медвежьей свечке, то есть вот так вот. Таким образом, что мы получаем? Мы получаем, что нам, вот вы, очень хороший, да, получается сигнал, то есть в этом месте нарисовали зелененькие квадратики и зелененькие треугольнички. Значит, зелененькие квадратики нам говорят о том, что сделки проходили по цене АСК и при всем при этом цена завалилась вниз, потому что они находятся на хвостике. Ну и что более важно, в этом же АСК были и беды, беды, которые привели к тому, что свечка оказалась медвежьей, то бишь падала. То есть здесь можно сделать такое логическое заключение, что конкретно в этой точке останавливали сделку, останавливали цену ордерами типа Sell Limit, а также были активные заявки типа Sell Market, которые привели к тому, что свечка оказалась медвежьей. Аналогичным образом можно настроить и внизу Cluster Search, то бишь сделать это также 200, пусть это будут АСКи, пусть это будут красные, то есть это будут красные треугольники, они у нас будут располагаться на бычьей свечке. Таким образом получается, что у нас вот здесь Cluster Search отфильтровывает нам кластера, где были остановочные Buy Limit, а также были инициирующие заявки типа Buy Market, которые привели к тому, что свечка оказалась зеленой. Понятное дело, что здесь сейчас все это дело бардак, здесь нужно внимательно поработать с фильтрами, здесь нужно внимательно поработать с таймфреймом. Советую также смотреть не просто 5 минутки, а какие-нибудь рейндж графики, о них я в принципе могу вам рассказать попозже. То есть здесь на самом деле настроек много. Также тут стоит фильтровать азиатскую сессию от европейской и американской, потому что на азиатской практически ничего не фильтруется, а на европейской и азиатской вполне. И это тоже можно настроить, если вы возьмете в этом Cluster Search и введете, использовать фильтр по времени. Используя фильтр по времени, тем самым задаете тот временной лаг, который собственно гораздо интересует. Накидываете еще, еще и так далее, и так далее, и получается у вас на самом деле очень крутой индикатор, который подсказывает, где активность проходила, а где активность не проходила. Что касается вопроса, почему там, где Cluster Search проходит покупки, цена идет вниз и наоборот, но я думаю, что это ошибочное мнение. Дело в том, что Cluster Search лишь подсвечивает, где у нас находятся биды на определенном уровне и на определенных свечках, или на определенном расположении, где у нас находятся азиатские. На самом деле, в любой сделке, которая отмечается биржей как бид, в ней есть как покупатель, так и продавец. Это значит, что здесь просто свелись ордера типа Buy Limit, а также Market Sell. Вот и все. А крупный покупатель это или продавец, на самом деле вы ни за что об этом не узнаете, поэтому мнение о том, что Cluster Search проходит покупки, ошибочное. Там, где Cluster Search подсвечивает квадратиком или зелененьким, были как покупки, так и продажи. Это просто кластер, который идентифицируется как бид, либо азг. Тут вам надо потянуть знания по сведению ордеров. На этом все. Большое спасибо за внимание. Оставляйте комментарии. В комментариях также оставляйте вопросы касаемо того, что бы вам было интересно. И встречаемся в следующем выпуске от ТАСС Крутые фишки. Пока.